Самая большая звезда. Очень много где путешествовал, начинал выступать в Германии, дрался также в родной Боснии-Герцеговине, поезжал в Бельгию, в Ригу, и в том числе бился еще и в Белоруссии, и на Украине. Причем на Украине, в Киеве бился в последнем бою, проиграл нокаутом Александру Захожим. Кулубек Мукбинов из Узбекистана еще один советник. Узбекистана не специалист, я в силовых структурах республики. Откуда-то оттуда. К военным имеет отношение Лукбек, и на отметке, что он 25 лет. Для него сегодня дебют, рост 193 сантиметра, ну а у штанданда Говидариса вообще 2 метра здоровенный просто. Мувинов. Кулубек Мукбинов. Кулубек Мукбинов из Узбекистана по боксу. Ну все это в любителях. Голубые купола, о волшебница моя, бухара. Золотые пиноветы, голубые купола. Так обязательно будет на звонке, на рингтонах у очень многих. Наверняка. Представляем участников шестираундного поединка в тяжелом весе. Синий угол ринга. Боксер из Боснии в Герцеговине. Ему 30 лет. Рост 2 метра ровно. Провел 15 профессиональных поединков, одержал 7 побед, из них 6 нокаутов. Красный угол ринга. Боксеру 25 лет, рост 193 сантиметра, вес 107 килограммов. Чемпион Узбекистана 2018-2019 годов в олимпийском боксе. Профессиональный дебют из Узбекистана. Улугбек Мубинов. Рефери в ринге Сергей Летунов. Друзья, смотрим. У Сардана есть преимущество в росте, но это уже мы видели. Вес, кстати, одинаковый. Да. И, кстати, друзья, это первый тяжелый вес. Да, потому что... Это не супертяжелый вес, это первый до 90-х. Ну так, судя по выражению лица представителя Боснии, Герцеговины, как-то он не был очень настроен яростно идти в атаку и уничтожать свой соперник. Ну вот, пытается он пока держать Улугбека на передней руке, на дальней дистанции, что вполне оправданно, да, учитывая антропометрию. Учих удар в затылок, кстати, да, 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 я согласен здесь с Сарданом, что это был удар в затылок. Причем не один, два удара пролетело точно. Ну и тут же говорят, да, что ай-яй-яй, так делать нельзя. Молодые дисквал впаять. А вот так начинать свою карьеру, конечно, я думаю, никому бы не хотелось. Кстати, смотрите, активизировался сразу же Альсердам. Значит, побыстрее выбрал. Учитывая его данные, Джек может быть вообще издалека. Надо быть поаккуратнее, естественно, он уже сцентрировал свое внимание сейчас на корпусе. Ищет соперника на оверхэнд. Сглойный джеб. Да, надо лишать пространства, запирать около канатов, а там уже обрабатывать. Левый сбоку не прошел. Есть такой апперкот и немножко смазанная атака. Опять попадание позади. Но я думаю, что сардан теперь очень часто будет. Да. Я думаю, что бил по затылку. Поворачивайся спинет. Не очень понял, наверное. Ну, возможно. Возможно. Ну, хотя... Ну, вот опять же, да, вот то, что мы сегодня видели... Так, Ирина, хотя бы по-английски, да, чтобы человек понимал... Не самый большой. Тут не надо читать Шекспира в оригинале. Что-то же было бы неплохо. Ну, бы Финпро это сделали оттельно. 25 секунд до конца первого раунда. Ну, пока смято все так, очень сумбурно. И Мубинов несколько раз приложился ему по сопернику слева. Очень странно защищается. Очень странно защищается. Сардан, то есть он как-то вытягивает руки вперед. И отставляет. Да, да, да. То есть, ну вот, бери не хочу. То есть ты либо клинчу, либо совсем разрывая дистанцию. А тут ты получаешься в полуопозиции такой. У тебя бьют. Ну, ты, Рома, отметил, что Сардан очень странно защищается. А я отмечу, что Улукбек очень странно атакует в таком случае. Потому что он акцентирует свое внимание все исключительно на голове. А когда вот так человек отклоняется, уже открыт. Ну, корпус просто подарок. Нет, ну там все открыто, в общем-то, да. И я думаю, что недалек тот момент, когда Улукбек все-таки найдет ходы в голове, как это уже было в первом раунде. Вот, хорошее попадание слева. Причем не одно было такое слева. Ну, посмотрим. В любом случае первый раунд закончился. Пока такая пристрелка, но какая-то удивительная. В молоко. В молоко. Точно, ты, я смотрю. Второй раунд. Раунд два. Второй раунд. Ну что ж, бойцы, скорее всего, получили необходимые корректировки, рекомендации, и мы смотрим второй раунд. Джеб-то, кстати, у Сардана неплохой. Говорят, просто есть ли что-то кроме этого джеба. Ну вот защиты нет точно. Но ведь поддавил сейчас Улукбек соперника, заставил его опуститься на колени, но нога он не отчитан. Но это потому что, опять-таки, особенность его снизу. Идет вперед Улукбек. То есть, умение работать ногами у Садана Говидаря не наблюдается, потому что он просто отклоняется назад, ноги-то остаются, и он, ну, может быть, от счет того, что это когда-то ему помогало в виду роста не пропускать, вот этот такой нездоровый паттерн на него и сохранился. Это очень длинная пауза. Да. Ну вот решил наконец ее прервать Улукбек. Раздергивает соперника Бубинов. Здесь завязался в клинче. Да, и вот так перчаткой отгибает соперника. По тайски. Да, 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 вот прям с языка снялся. Сейчас, да, тайский клинч такой. Ух ты. Очень большое количество еще и остановок вот таких, ввиду странной техники. Да, очень летит, конечно, на оппонента Улукбек. Прям бежит. Понятно, что соперник позволяет это делать, вот так отклоняясь и, в общем-то, ничего не противопоставляет. Хорошо, вот здесь здорово. Перехватил переднюю руку. Наносит легкие удары. Сардан. Вот это, кстати, здорово. Выжидал того момента, выбросил апперкот, потом боковой. Ну а Мубинов по-прежнему не отступает. Очень разматривающая атака. Сардана, кстати, видим, что на спине тоже. Хватает у него повреждения, только непонятно от ударов или от канатов. Сейчас нашему оператору чуть не досталось. Придержи. Прик. Шаг назад. Шаг назад. Шаг назад. Отпускаем. Не тот, ни другой не хотелось. Шаг назад будет степп бэк. Я помню. Мне бы тоже более понятно всем. И раунд закончен. Пока картина боя по-прежнему такая сумбурная. Смятое. Да, размазанная. То есть вроде бы улуббек. Современное искусство. Да. Но при этом КПД от этих атак пока не настолько высок, насколько бы хотелось. Хотя, опять же, соперник дает возможности. Соперник создает прецедент для того, чтобы мубинов вот так шел вперед. Да, с шашкой на голову, с открытым забралом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ну что, смотрим раунд под номером три. Напомню, всего их запланировано шесть. Кок повис сейчас, бросился в очередной раз в убег на соперника. Много работы у рефери. Эти парни растаскивают. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Боковой мимо. Ис-то уже, ну, так поглаживает. Да, да, да. То есть он так пристреливает, да, беспокоит соперника, чтобы тот особенно не чувствовал хорошей жизни. И вот, судя по всему, Сардан начинает обретать себя, так или иначе, да. То есть он... С каким-то пониманием действует, да. Достаточно осмысленно, достаточно уверенно. И вот эти атаки, которые в убег производят на свет, да, то есть он просто или прикрывается, надо просто клинчевать, если не успеваешь ногами, да. Да, шаг вперед, все, и клинч. Ну, опять попадание. Ну, вот мы говорили об этом, да. Мы говорили о том, что Сардан будет регулярно на это жаловаться. Обязательно, все непременно. Потому что... Трудодок. И, в общем-то, вариантов у него на самом деле не так много. Хотя, вроде бы, мы тоже отметили, на старт третьего раунда вроде бы начал пристреливаться. Значит, как-то осмысленность добавлять в свои действия. Нет, но с другой стороны, тут если был удар в затылок, уже не первый, снимай бал. Да? Ну, сейчас доктор, я так понимаю, вызывает. А доктор особо не стремится подходить. Вот, пожалуйста. Нет проблем. Нет проблем. Ну что, спросили имя. Вот еще тоже важный вопрос, потому что рефери ты не видел, был ли удар в затылок? Вот это важно. Это реально важно. Неврологическая проверка взгляда. Итак, бой остановлен. Но вопрос, с каким результатом этот бой останавливается. То есть, судя по тому, что дан говидарец разводит руками, скорее всего, он так подозревает, что это... Ну вот, посмотрим пока повторы, надо обязательно еще понять, вот в том моменте, был ли удар по затылку или нет. Здесь куда-то за ухо был удар. Ну... Ну, если это тот момент, то удар по затылку был. Что ж, не примечательное еще турнир приносит название «Россия против Польши», «Россия против Польши». Будут. Будут. Будут, но не сейчас. Будут. 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 выиграет ли да вопрос в слива сейчас признают победителем убега мубинова либо будет ли на стоянку но я думаю что скорее всего мубина будет признать до отекова но потому что бой не того статусу здесь вот не очень понятно ну да то есть вот вот здесь но по затылку ну скользнул скользящий удар да да остановил этот поединок через одну минуту 14 секунд третьего раунда победу ну что ж хоть и нервный но зато удачный старт убега мубинова но хотя конечно над в том числе атакующими действиями навалом нужно поработать как-то поменять есть есть еще в чем прибавить технику но на данный момент это победа чехоленвыка и поздравление а 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 под не а